МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Бывают люди, литература-центричные, воспринимающие все через ситуации и характеры героев великих книг. Я музыкоцентричный, вокалоцентричный. Красивый, глубокий, оригинальных оттенков голос буквально завораживает меня. Скажите, как не влюбиться в очарование голоса и интонации Майи Кристалинской? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывала, бегу ото всех твоих взгляды храня. А теперь тебя нет, тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном, то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя, переулком знакомый. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлют, привет, окна тихого дома. Да еще, старики, что все так же стучат в домино. А за окном, то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Во дворе до темна, крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему. Вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном, то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. А за окном, то дождь, то снег, и спать пора. И никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Аркадий Райкин пел не часто, не его прямое дело. Но когда пел, делал это совсем присущим ему райкинским обаянием. Тем более, что песенка была написана специально для него. Я глаза закрываю и вижу На окраине маленький зал Где впервые на сцену я вышел Где волнуюсь у рампы стоял Я безбожно весь текст перепутал Я споткнулся у всех на виду Только браво кричал почему-то Добрый зритель, ребят Так как все изменилось на свете Всех далеких и памятных дней На бульваре вчерашние дети Сами возят в коляску детей Изменились одежда и танцы Песни новые нынче в ходу Но таким же, как прежде остался Добрый зритель в девятом ряду Скрипки пробует голос несмело Наполняет созрительный зал Может, Гамлета или Отелла Я бы с большей охотой сыграл Или, скажем, читал бы сонеты Жил бы тихо со всеми в ладу Только как же посмотреть на это Добрый зритель в девятом ряду И волнуюсь я с первого слова Вот там на сцену я снова Валидон положу под язык Может, все бы забросить под старость На скамейке сидеть бы в саду Только как же я с вами расстанусь Добрый зритель в девятом ряду Только как же я с вами расстанусь Добрый зритель в девятом ряду Трудно Очень трудно Остануться В Грузии великих поэтов Называют по именам Если говорят Важа Ясно разговор идет у Важа Пшавела Шата, значит, имеется в виду Руставели Имя Николос Закреплено за удивительным Николозом Браташвили Грузинским поэтам в России повезло На наш языках переводили первоклассные мастера Среди них Борис Пастернак Михаил Казаков Читает Браташвили в переводе Пастернака Цвет небесный Синий цвет Полюбил я с малых лет В детстве он мне означал Синеву иных начал Но теперь, когда достиг Я вершину дней своих В жертву остальным цветам Голубого не отдам Он прекрасен Беспрекрас Этот цвет любимых глаз Это взгляд бездонный твой Напоенный синевой Этот цвет моей мечты Это облик высоты В этот голубой раствор Погружен в земной простор Это легкий переход В неизвестность От забот И от плачущих родных На похоронах моих Это синий Негустой Иний Над моей плитой Это сизый Зимний дым Мглы Над именем Моим Гурманы-французы Готовят и едят лягушек Их дело Но при этом Поют про лягушек Песенка-лягушка История Похожая, как две капли воды На сказку о золотой рыбке С финалом царевны лягушки В авторском исполнении Композитора И знаменитого шансонье Франсиса Ламарка Музыка-лягушка 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 Настоящий пир Праздник любимых памятных мелодий За роялем их создатель Человек-мелодия Композитор Исаак Шварц Музыка-лягушка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Осторожно укладывал ей в сумку отборные помидоры, а придя домой, учительница обнаружила под ней еще и гроздь желтых бананов. Сережа Зеленский взвешивала ей мясо, которое вызывало у нее острую жалость к мелким и средним животным. Поначалу Людмила Ивановна страдала от всего этого, но ко всему можно привыкнуть, привыкла и она. Ходила перед Людмилой Ивановной летящей балетной походкой, которая выработала у нее обувь высшего качества, других туфель и сапог, Оленька Шерманова, продавщица обувного магазина, своей бывшей учительницы не отпускала. И уже пару раз Людмилу Ивановну Петракову, которую еще в институте прозвали «синим чулком», видели под руку с благородным седым господином, похожим на Жана Габена. Он-то и раскрыл Людмиле Ивановне тайну ее учеников, который сам узнал от бывшего староста литературного кружка Элигии Лемешко, работающего вместе с Жаном Габеном, слесарем-сантехником. В ближайшую же субботу учительница решила собрать всех у себя, как в былые прекрасные времена. И как в былые прекрасные времена все пришли. Людмила Ивановна, бледная, вышла на середину комнаты и сказала, «Я все знаю, ребята. Я хочу сказать, хотела сказать, простите меня. Я тогда назвала вас предателями. Что вы, Людмила Ивановна, кто помнит? Но почему? Почему вы так жестоко обошлись с собой?» Наступило молчание, и Сережа Зеленский сказал, «Мы дали клятву, лицейскую клятву. Помните, еще тогда, в восьмом классе, у вас почти на неделю отключились батареи, и вы заболели воспалением легких. Вот тогда мы и дали клятву. Поклялись в том, что у вас все всегда будет. Это я виновата. Из-за меня вы порвались с литературой. Что вы, Людмила Ивановна, если говорить про меня, то, батюшка, мне сейчас гораздо ближе. Я собрал все его прижизненные издания, и теперь хочу проследить фонетическую связь его поэзии с итальянской. Уже была ночь, и никто не спешил. Завтра воскресенье. И только Вадику Алсуфьеву, таксисту, надо было выходить в ночную смену. Он, собственно, и развез по домам своих одноклассников. Тех, которые еще не приобрели себе собственные автомобили. К счастью таковых, оказалось совсем немного. Тише. Незаметно станем за кулису или притаимся в пустом зале. Мы на репетиции. Сцену человека из Ла-Манчи репетируют большие артисты. Александр Лазарев, Дон Кихот и Евгений Леонов. Санчо Панса. Неустрашимый рыцарь Дон Кихот из Ла-Манчи отправляется в путь. Я иду, даже если не вижу пути, И не знаю, куда я приду. Я иду, ибо кто-нибудь должен идти за всех и себе на беду. Это я, Дон Кихот. Это я, Дон Кихот, я владелец, а на беду. Зовите меня, я приду. Я живу, буду жить, не желаю иначе за всех и себе на беду. Слава моя, как звезда, будет высокой всегда. Я, Санчо, и я знаю, возвышенный раз и выпьет дух. Без ними никто с нами, он мой рыцарь, он мой друг. Всюду злобные гады, свистят и шипят, Нападают все злее людей. Если я, человек, пожалею себя, Кто спасет этих бедных людей? Это я, Дон Кихот, я владелец, а на беду. Зовите меня, я приду. Я живу, буду жить, не желаю иначе за всех и себе на беду. Он мой друг, слава у нас, как звезда, Будет высокой всегда. И еще одно обращение к великому роману Сервантеса. И тоже два замечательных мастера, актер и композитор. Фрагмент песни к спектаклю Дульсинея Табосская. Ни копье пробило грудь, Ранила тревога. Не мешайте верить в путь, Он у нас от Бога. Нам ни выгод, ни щедрот, Ничего не надо. Лишь бы где-то, Дон Кихот, Сел на Рассенанта. Стой, скиталец, кто идет, Придержи лошадку. Не ответит Дон Кихот, Молча примет схватку. Нам ни выгод, ни щедрот, Ничего не надо. Лишь бы где-то, Дон Кихот, Сел на Рассенанта. Вы хоть раз, Пока шел наш обыкновенный концерт, Взглянули в окошко? Дождь там, снег? Или вдруг засияло солнышко? Нет, не взглянули. Были увлечены искусством. Что мне добавить? Человек поющий, Человек играющий Побеждает природу. Ваш Эдуард Эфиров.